Совпадения могут удивлять, а еще заставить задуматься о том, что вообще происходит с нашей вселенной. Конечно, они происходят не каждый день, иначе это не были бы совпадения. Поэтому они так впечатляют. И вот 20 совпадений, в которые трудно поверить. Номер 20. Муха на кактусе. Эта бедная, невинная насекомая умерла, налетев на иголку кактуса. Если честно, я раньше никогда такое не видел. Иглы нужны кактусу для того, чтобы отгонять хищников, которые хотят полакомиться им. Но ведь эта муха такая маленькая. Она бы наверняка могла без проблем вернуться от иголки. Номер 19. Вся в мать, вся в мать. Старшее поколение еще помнит, что до появления компьютеров, книги в библиотеках выдавались карточками, на которых писали имя того, кто взял книгу. Однажды студентка получила в библиотеке издание «Лето лебедей» и увидела, что именно этот экземпляр брала ее мама в 70-е годы. Они обе учились в одной и той же старшей школе. Разве могут компьютеры подарить нам такие ностальгические совпадения? Не думаю. Кажется, пора возвращаться к бумаге. Номер 18. Татуировка. Эта стрекоза, видимо, искала друга или даже любовь, и приземлилась на ногу мужчины, у которого была татуировка со стрекозой. Можно сделать то же самое с людьми. Например, поставить картонную фигуру человека рядом с домом и посмотреть, попытаются ли с ней заговорить. Номер 17. Муж и жена. На этом фото есть Эйми Мэйден и Ник Уиллер. Но на нем есть и другие люди и вещи, но они не так важны. Эйми и Ник обручились и просматривали старые фотоальбомы. Среди фотографий была и эта, сделанная на пляже в Корнволле в Англии. Присмотревшись к ней, Эйми поняла, что она была на заднем плане фотографии, которая была сделана за 11 лет до встречи с женихом. Они поженились на том же самом пляже, на котором сделали ту фотографию. Номер 16. Воссоединение. Еще одна похожая ситуация произошла в 2007 году. Майкл Дик ездил по Британии с двумя дочерями, пытаясь найти третью дочь Лизу. Ей был 31 год, и она не общалась с ним 10 лет. Майкл связался с местной газетой, с Аффолк Фри Пресс. Редакция согласилась помочь в поисках. Фотографию Майкла и его дочерей опубликовали в газете и написали небольшую заметку о поисках. И это помогло. Лиза не просто увидела эту газету, «Она была на заднем плане на той самой фотографии». Она рассказала. «Я была абсолютно шокирована. Мы с мамой стояли на том же самом месте, где было сделано фото. Примерно за минуту до этого. И нас можно увидеть на заднем плане. Невероятно!» В 2014 году в Восточной Украине разбился рейс MH17. Журналист Нью-Йорк Таймс Кристофер Чиверс заметил кое-что необычное. Цитирую. Боинг 777 РЭК-9М МРД совершил первый полет 17 июля 1997 года. Он разбился через 17 лет. Это странное совпадение. Число 17 стало роковым для этого самолета. Номер 14. Таксист-убийца. В 1975 году мужчина ехал на мопеде. Его насмерть сбило такси. Через год брат этого мужчины ехал на том же самом мопеде. Его тоже насмерть сбил автомобиль. Это тоже было такси. Казалось бы, более странным это совпадение быть не может. Но это был тот же самый таксист. И кроме того, в обоих случаях он вез одного и того же пассажира. Номер 13. Арнольд Палмер и Симпсоны. Как говорится, все, что вы могли бы придумать, уже было в Симпсонах. В интернете полно постов о том, как этот мультфильм предсказывает события. И вот один из самых странных случаев. В день, когда умер легендарный гольфист Арнольд Палмер, вышла новая серия Симпсонов. В ней Гомер устроил розыгрыш под названием Арнольд Палмер. Гомер и Карл решили выстрелить в ленни из водяных автоматов с лимонадом и чаем со льдом. Этот коктейль действительно называется Арнольд Палмер. Номер 12. Пена. Наверное, хозяева этого корги долго гадали, зачем эта полоска на шее. Украшение или отпугивание хищников во времена, когда его предки еще были волками. На самом деле, эта полоска нужна для вот такой идеальной фотографии с морской пеной. Номер 11. Везучая парочка. Джейсон и Дженни Кэрренс Лоуренс. Самая везучая пара на свете. Или невезучая, смотря как посмотреть. Ведь всего за 7 лет они стали свидетелями трех крупных террористических атак. Например, они были в Нью-Йорке, когда самолеты влетели в башни-близнецы 11 сентября. Затем, в 2005 году, они приехали в Лондон, когда террористы-смертники убили 52 человека в метро. В 2008 году они оказались в Мумбаи во время серии терактов и стрельбы в городе. Как рассказала Дженни, это странное совпадение. Теракты проходили в тех городах, в которые мы приезжали. Думаю, лучше избегать эту странную парочку на улицах. Номер 10. Робин Уильямс и Гриффины. Вот еще одно совпадение, связанное с мультфильмами. Канал BBC3 показывал серию Гриффинов, в которой Питер получает возможность превращать людей в Робина Уильямса одним касанием. В тот же день стало известно о самоубийстве актера. Также в этой серии Питер пытается покончить с собой, чтобы перестать превращать все в Уильямса. Номер 9. Надгробие. Этой историей поделились на восьмом по популярности сайте. Реддите. Пользовательница опубликовала фотографию надгробия для Джуди Темброуз, которую она нашла на чердаке. Джули Темброуз – имя самой пользовательницы. Разумеется, ее это сильно напугало, как и любого человека, который внезапно нашел надгробие с собственным именем. Если вы не привидение, то для вас это будет неприятным сюрпризом. Номер 8. Два богача. Это совпадение связано с двумя богатейшими людьми. Биллом Гейтсом, главой Майкрософт и третьим богатейшим человеком, и Джеффом Безосом, главой Амазона. Безос из Альбукерке, а Амазон он основал в Сиэтле. В свою очередь, Билл Гейтс из Сиэтла, а компанию Майкрософт он основал в Альбукерке. Неужели это доказательство существования иллюминатов? Мне кажется, нужно поразмыслить над этим побольше. Номер 7. Ингрэм-миллионер. В 2001 году британский майор Чарльз Ингрэм выиграл в «Кто хочет стать миллионером». Точнее, технически он выиграл, но позже его признали виновным в обмане. Суд заключил, что он обманом заполучил крупную сумму денег, и его лишили полученного выигрыша. В зале сидела жена Ингрэма, и она кашляла каждый раз, когда упоминался правильный ответ. Пять лет спустя выиграл еще один Ингрэм – Ингрэм Уилкокс. Из пяти человек, которые побеждали на шоу, двух звали Ингрэм. Номер 6. Супер-близнецы. Джим Льюис и Джим Спрингер – близнецы, которых усыновили две разные семьи. Их приемные родители не общались друг с другом. Однако они дали мальчикам одно и то же имя – Джеймс. Братья росли, не зная и не подозревая друг о друге. Но оба решили стать юристами и интересовались плотничным делом. Их жен звали Линда, а двоих сыновей они назвали Джеймс Аллан. Как будто этого было недостаточно, они развелись и женились на женщинах по имени Бетти, а их собак звали Той. Номер 5. Сердечный приступ. В 2003 году у Дороти Флетчер случился сердечный приступ прямо в самолете. Но ей очень повезло, ведь на борту оказалось 15 врачей, которые летели на медицинскую конференцию. Более того, все они были кардиологами. Флетчер выжила благодаря этому невероятному совпадению. И позже призналась. Поверить не могу, что в самолете было так много врачей. И тем более кардиологов. Номер 4. Ахиллесова пята. Ахиллесова сухожилия называется так в честь Ахиллеса, героя мифов, единственным уязвимым местом которого была пятка. И, конечно, именно туда попала стрела, смертельно его ранив. Когда Брэд Питт снимался в фильме Троя, где он играл Ахилла, он разорвал Ахиллесова сухожилия. Из-за этого съемки отложили. Номер 3. Лотерея сатаны. Нет, это не какое-нибудь сообщение от мошенников. В Иллинойсе выигрышным числом в лотерее в день избрания Барака Обамы стали три шестерки. Разумеется, это заметили сторонники теории заговора, которые уверены, что Обама – это антихрист. Думаю, и сам старина сатана посмеялся в тот день. Номер 2. Порядочные щенки. Что может быть милее трех щенков? Вы считаете, что ничего? А как насчет трех щенков, у которых число пятен соответствует порядку, в котором они родились? Они не только очень милые, но еще, наверное, будут очень умными собаками. И может даже научиться считать. Номер 1. Удачное падение. Пожалуй, это самый везучий автовладелец. И он наверняка был очень счастлив, когда увидел свою машину под деревом, которая была очень удачно изогнута. Учитывая, что дерево разломало тротуарную плитку во время падения, оно точно бы сильно повредило автомобиль. Некоторые считают, что на самом деле машина – это трансформер, который согнул дерево своими руками. Случались ли с вами подобные совпадения? Расскажите в комментариях под видео. И будьте внимательны, может быть, вас ждут странные совпадения в будущем. Спасибо за просмотр!